Гравитационная пушка из Half-Life 2 один из самых узнаваемых игровых гаджетов, который вдохновил и другие игры на подобную механику. И в этом видео мы расскажем, как Valve ее создавали и в каком виде она вернулась в Аликс. Привет, с вами Юрий Кулагин, ролик смонтировала Даша Кравчук, и мы начинаем. С самого запуска производства Half-Life 2 разработчики из Valve чувствовали, насколько возросло давление на них. В сиквеле непременно должно было быть что-то, что удивит фанатов. Подходящая идея родилась из технических особенностей. Старший инженер по программному обеспечению Half-Life 2 Джей Стелли экспериментировал с добавлением физического движка Havoc. Он решил показать свои наработки Рэнди Питчфорду, с которым познакомился во время разработки Half-Life Opposing Force. Когда Джей впервые смог добавить в игру физику, он показал небольшой инструмент, при помощи которого он перемещал предметы на уровне. Мы долго обсуждали эту штуку, и, знаете, с помощью нее можно очень весело бросаться телами. Мы поняли, что из этого инструмента нужно сделать что-то вроде оружия. Настолько интересно было играть с физическим движком. И именно так из этой идеи получилась гравикушка. Вообще, правдоподобная симуляция физики в те годы уже не считалась чем-то революционным. А вот мысль о том, чтобы дать игроку контроль над физикой, другое дело. Valve не смущала, что пока игрок развлекается с гравитацией, он может убить себя неаккуратно брошенной бочкой, случайно устроить какой-нибудь завал и сделать игру непроходимой. Но первый экспериментальный вариант гравитационной пушки все равно подрезали. Оставшийся в файлах игры девайс, известный как физ пушка, умел не только поднимать и бросать объекты, но и притягивать их, а также соединять друг с другом. С другой стороны, когда возможности инструмента ограничили, гейм-дизайнеры наконец поняли, как его лучше использовать. Гравитационная пушка получилась относительно сбалансированным оружием, а все дальнейшее развитие Half-Life 2 с этого момента отталкивалось от экспериментов с физикой. Например, уровень в Рейвенхольме показал, что гравитационную пушку можно интересно сочетать с разбросанными по локации циркулярными пилами. Чтобы это взаимодействие работало, пришлось немного поменять структуру прохождения. Теперь Рейвенхольм шел после восточной черной мезы, где Гордон Фриман как раз и получал гравипушку. Рейвенхольмом вдохновилась команда, которая проектировала уровень в Цитадели. Они добавили секцию с энергетическим полем, а также механику усиленной гравитационной пушки. Заодно придумали и энергетические шары, которые взяла на вооружение другая команда, чтобы добавить эпизод с захватом здания Нексуса. Ну и уже отсюда эти снаряды попали в импульсную винтовку. Разработчики Half-Life 2 пытались улучшить геймплей, используя технические достижения. Это не была очередная графическая технология для красоты. Нет, проработанная физика влияла даже на то, как сами противники взаимодействуют с игроком и окружением. В результате получались такие классные моменты, как, например, схватка со страйдерами посреди площади. Дизайн отдельных противников, а иногда и построение целых локаций, отталкивались от механики управления гравитацией. Например, летающие мэнхаки и всевозможные сканеры тоже создавались с тем расчетом, что игрок приноровится швырять их гравитационной пушкой. Первые так вообще при правильном броске превращаются в аналог тех самых циркулярных пил. А пойманные пушкой мины моментально признают в игроке хозяина и начинают нападать на врагов. А под конец игры, как раз когда игрок получает усиленную гравитационную пушку, потенциал оружия раскрывается на всю катушку. Вместо ограниченного набора, доступных для захвата и перемещения предметов, появляется целый арсенал из настенных мониторов, столбов, да и самих солдат Альянса. Другой пример работы с механикой еще сложнее. Например, обычные зомби в Half-Life 2 умели больно кидаться бочками, которые от их ударов реалистично отлетали в игрока. А в Episode 1 появилась усиленная версия мертвецов — зомбайны, и они взаимодействовали с физическим движком и гравипушкой уже по-своему. Мы очень довольны тем, как у нас получилось поведение зомбайнов с гранатами. Они добавляют остроты и напряжения в моменты с нападением орды зомби, заставляя игрока менять приоритеты и точнее выбирать цели. Но так как у игрока появляется возможность выхватить гравипушкой гранату у зомбайна, такие опасные моменты можно легко превратить в возможность для атаки. Причем изначально мы не хотели вводить такую механику, но, проверив механику воровства гранат, решили, что веселье важнее цельности истории. Гравипушка запомнилась и игрокам, предпочитавшим мультиплеер. На местных картах было множество физических объектов, с помощью которых десяток игроков с гравипушками могли устроить на уровне настоящий хаос. Мы с друзьями провели множество часов дезматча на карте Crossfire, а потом вышла Half-Life 2 и мы прошли вдоль и поперек, после чего решили попробовать дезматч там. И гравипушка оказалась самым веселым оружием на свете. Ты стрелял унитазами, хватал какой-то кусок мусора, чтобы использовать его как щит. Это было безумие. Естественно, механика не смогла избежать и Half-Life Alyx. У наследника гравипушки даже появилось еще одно применение. VR-игры часто страдают от того, что игрокам приходится совершать много непривычных движений, а некоторых из-за перемещения в пространстве вообще укачивает. А в случае с Alyx разработчики получили способ уменьшить количество таких движений. К тому же способ обоснованный сюжетом и геймплеем. Гравиперчатки это что-то вроде технологического предка гравипушки из Half-Life 2. Мы хотели создать такую механику, чтобы игроку не приходилось таскать с собой какой-то отдельный девайс или оружие. Перчатки позволяют вам взаимодействовать с предметами или частями мира, не совершая лишних движений, от которых игрок неизбежно устает. Они одновременно работают как геймплейная механика и как способ сделать жизнь игрока в VR проще. Разработчики старались, чтобы новая итерация гравипушки ощущалась более тактильной. Valve хотела, чтобы физические манипуляции стали для игроков естественным действием. Я представлял гравиперчатки как своеобразную удочку. Ты хватаешь что-то на расстоянии, потом резко подтягиваешь, и предмет летит по воздуху, остается только поймать. Мне кажется, что это движение запястьем это самая VR вещь из возможных. Рассчитать правильное усилие было непросто, ведь мы не хотели, чтобы игроки безудержно махали руками, пытаясь подтянуть предмет. Ну и нельзя было допустить, чтобы они притягивали что-то нечаянно, просто взмахнув рукой. Еще одно важное отличие. Изменяющаяся траектория притягиваемых предметов. Перчатки должны были стать полноценным боевым инструментом, но не отдельным оружием. Словом, работать так, чтобы игрок, не отвлекаясь от стрельбы, мог не глядя притянуть к себе пачку патронов. Когда вы притягиваете предмет или используете физику, чтобы подбросить его в воздух и поймать, его траектория постоянно меняется. Даже если вы переместите руку, притянув что-то, предмет подстроится, чтобы попасть точно в нее. И в бою вам не обязательно отвлекаться на это действие. Если у вас вытянута рука, предмет в нее прилетит. Наследие гравипушки — это не только перчатки из Аликс. Механика сильно повлияла на индустрию. После Half-Life 2 во многих других играх начали появляться инструменты для прямой манипуляции физикой. В Dead Space у игрока есть инструмент Kinesis, а в BioShock плазмит телекинез. И оба по своим возможностям вполне похожи на гравипушку. В диалогии Star Wars The Force Unleashed можно было лихо разбрасывать противников и метать в них куски окружения. И даже разработчики Doom 3, увидев популярность этой механики, добавили похожий девайс в дополнение Resurrection of Evil. Вот такая небольшая история. Пишите, про какие интересные гаджеты из игр вам еще хотелось бы послушать. Да и пишите вообще. Это помогает росту канала. По ссылкам в описании переходите в наш паблик или телеграм-канал с ежедневными текстами по кино и геймдеву. А еще посмотрите, какие курсы мы делаем. Вот только на днях запустили набор на обучение Hard Surface. Там преподает Евгений Пак, работавший над Call of Duty, Infinite Warfare, Love, Death and Robots и Subnautica. Он научит не только жать на кнопки, чтобы моделировать сложнее, чем вы умеете сейчас, но и объяснит, как сделать грамотный дизайн футуристической техники или оружия. А на этом все. С вами были Юрий Кулагин, Дарья Кравчук, Александр Рыбаков, Игорь Максимов, Дмитрий Борисов, Артемий Леонов и Алексей Луцай. Не хворайте там. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok